Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я правда думаю, что вы несколько ошиблись и поместили его немножко в этот раздел, вот вам бы, наверное, его поместить в раздел эзотерики надо бы, потому что психологи как-то вот не дают советовать, да, психологи как-то вот больше помогают человеку разобраться в себе, помогают структурировать какие-то его мысли, чувства, да, помогают лучше понимать себя, но вот психологи не занимаются тем, что, ну, дают советы. Вот. То есть, советы психологи не дают. И я вот думаю, что на этом мне хочется в первую очередь обратить ваше внимание. Вот. Значит, что я увидел в вашем, ну, в вашем тексте. Во-первых, я увидел то, что вы полезно воспринимаете неудачу. Это, пожалуй, первое. То есть, действуете вы в какой-то вот степени, да, по такому, по такой жизненной стратегии, что у меня не должно быть неудачи. Вот. И если я проигрываю, то, значит, ну, со мной может что-то не так. Это первое. Второе, что я увидел, то, что вы сравниваете по факту сюда с другими людьми. Кто-то это заслуживает. А, кто-то нет. Вот. А здесь, условно говоря, вы предлагаете себе некую, пофи... э, некую, некую условию. Вот. То есть, вот, у меня есть условия, да, и, там, грубо говоря, я должна по этим условиям, ну, я должна этим условиям соответствовать. Вот. Если я им не соответствую, ну, значит, со мной что-то не так. Грубо... ну, грубо говоря. Грубо говоря. Вот. Вот. Второй момент. Значит, вот вы пишите, что... э, значит, значит, не однокомы, которые выступили, не хочу их артилетать, но грубо говоря открыть. Но грубо говоря открыть, они не услужили, наверное, ни к не меньше. И что? Ведь вы им завидуете. Почему? А так сразу, на меня не получается, и на данный, кажется, что папа относится ко мне несправедливо. Потому что если вы стараетесь, но у вас не получается, то, скорее всего, решите о датеом, что... Вы предупреждаете к себе слишком ваши требования. Слишком, может быть, слишком высокие требования, слишком неадекватные требования. Безусловно говоря, вы требуете от себя слишком много. Вот, и вот эта вот немножко завышенная планка, да? Вот она просто начнет вам раскрыть свой потенциал, что нам мешает вам увидеть и почувствовать, словно говоря, то, на что вы способны. Ну вот, потому что вы все время пытаетесь сделать то, что, ну, в принципе, достаточно тяжело, ну, грубо говоря. Вот, и как бы это, это проблема для вас. Ну, опять же, условно говоря, там, вот. Так что, здесь, вот, как бы, момент, то, важный момент, то, для чего я это делаю. Так вот, важный момент, а зачем? Зачем я это делаю? Что я хочу? Если я хочу, там, быть врачом, там, чтобы, словно, помогать людям, можно, не только будучи врачом. То есть, ну, бывает. Такое, что человек хочет, там, так важно, не может. Ну, бывает такое. Бывает такое. Вот. И в этом случае, в этом случае, в этом случае, как бы нужно, ну, наверное, максимально, корректно смотреть на эту ситуацию, да, и смотреть, насколько вот, ну, мои возможности, мои способности, как бы соответствуют тому, да, что я от себя требую, то есть, что я от себя хочу и так далее. Вот. Понимаете, о чем идет речь? Просто, у меня есть, вот, такое ощущение, что, что вам не особо важно, можете вы сделать что-то или не можете. То есть, вам важно, вот, просто, доказать, что вы можете, тот факт, что вы сравниваете себя с другими людьми, говорит о том, что здесь, помимо, помощи людям, да, вот, вот, что, то есть, 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 есть еще решение, здесь, вот, какого-то, вот, ну, вашего, эм, 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 как бы, конфликта какого-то, имеет место быть. Нужно только постараться понять, конечно, что это за конфликт внутри вас, что это за конфликт, что он из себя представляет. Потому что сейчас есть у меня такое ощущение, что слишком сильно вы заинтересованы в том, чтобы получить... Ну что, что хотите. Дальше. Идем. Чем сдаваться там так болезненно? Я так полагаю. Да? Вот. Давайте попробуем в этом. То есть мне бы хотелось, чтобы я раскрыл этот момент. Так. Условно говоря, у меня как-то раздевает это. И вдевает меня это достаточно сильно, что у других получается достаточно легко, относительно легко. А то, что у меня получается относительно сложно, ну или достаточно сложно. Что я себе думаю из-за этого. Как я к себе отношусь по этой причине. Как я себя вижу, вижу из-за этого. То очень важно, чтобы вы постарались этот момент раскрыть. Потому что именно эту проблему, попытка доказать, что я не хуже. Причем то, чтобы вы выбрали это, ну вы выбрали там, условно говоря, делать это все раз именно получение вот такой сложной профессии, как врач. Ну это вот наша борьба, да. Как бы, постоянная борьба, постоянное отношение, постоянное соревнование и так далее. Что-то не похоже на деятельность, условно, человека, да. Который, ну не знаю, который просто там идет к своей цели, да. Вот, который просто хочет заниматься всем, с тем ему нравится и любимым, доступным для него способом. То есть, как бы, вот, понимаете, да, то вот немножечко, ну немножечко не похоже, то больше похоже на такую невротичную сторону. Больше, знаете, это больше похоже на какое-то требование, на обичивание в себя, в случае, если не получится, словно говоря, сделать то, что, ну, то, что нужно сделать, да. А ведь может не получится, это нормально, нормально, что не получается, нормально, что, ну, может что-то не складываться, да, может что-то не выходить, что-то идти не по плану и так далее. Вот, как бы, ну, получается, что, словно говоря, только не для... Так, родители мне не верили, не верили в чем. Отец меня ругал, говорил, что из меня не выйдет никакой врач и отмахивался рукой, рукой, от этого я уже страдал. Да, то есть вы хотели поддержку твоих родителей, вот, но не получали их. Чувствовали себя, может быть, отверженной, чувствовали себя, может быть, брошенной, чувствовали себя, может быть, ну, покинутой и так далее. Френдов здесь, на самом деле, довольно, довольно много. Но, ключевой момент, это то, что вы хотели бы получить от своих, условно говоря, родителей, например. Например, что, что вы хотели бы получить от твоих родителей. Такого, что они вам не дают, да, условно. Условно говоря. И без чего, без чего вы не можете нормально продолжать, ну, заниматься тем, что вам нравится, к примеру. Тут тоже есть какой-то нюанс, что родители вас должны обязательно поддерживать. И что вам больно от того, что они вас не поддерживают, потому что для вас это значит что-то негативное, как я понимаю. Хотелось бы просто, ну, отдавать себе отчет в том, а что именно негативное для вас это значит. Дальше. Так, взял ворог в себя. Это как? Не знаю, что мне делать с этой мечтой, пытаться снова на следующий год или оставить всё как есть. Только, если признаете вероятность того, что может быть неудачен, да, тогда стоит опробовать ещё. А следующий год мне уже в пункт 21, думаю, это основата для медицины. Ну, чего вы взяли? Когда выйдете за своим учителем, учиться ещё восемь лет на занятиях, но я мечтаю с этим, я не знаю, как-нибудь с кем. Я думаю, для этого нужно определиться вам с вашими ценностями. Вот. То есть, ну, что для вас важно. Да, действительно. А, причём здесь замужество, и каким образом оно, как бы здесь вплетается, словно говоря. Да, этого я, если честно, не очень понял. Ну, то есть, ну, то есть, эээ, как бы, вы считаете, что, что вам, эээ, обязательно не замуж выйти. А вот. А если меня выйдете, например, ну, допустим, допустим, там, ради, допустим, ради своей карьеры, например. Вот. Что тогда будет. Что в этом случае произойдёт. А, мне кажется, это у меня внимание. То есть, такое ощущение, что, эээ, вы себе, эээ, постоянно не оставляете выбора. Эээ, ну, так выглядит, по крайней мере. Эээ, что вы себе, на постоянной основе не оставляете выбора. От слова, эээ, совсем. Что, вот, эээ, я требую от себя, что, вот, я должна, должна, там, добиться, вот этого, 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 этого. То есть, тут вы решаете психологическую проблему свою, игнорируя проблему, эээ, физическую, ну, в физическом мире, условно говоря. Игнорируя проблему, проблематику физического, физического мира. Вот. А, приводит это, как правило, к, такому вот, разраю, да. Да, нервное, нервное бронетворенности, о, рефрации, тотальный, ну, и так далее. Дальше. А, значит, как давайте довелимся, лучший, который еще 8 года. А, значит, ну, вот, то есть здесь вам нужно расставить приоритеты, как мне кажется. потому что что-то будет на первом месте, что-то будет на втором месте, что-то будет более-важно, что-то будет менее, и вы будете платить цену, условно говоря, за свой выбор, это нормально. На этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего доброго, удачи, надеюсь на обратную связь.